Добрый день, уважаемые слушатели! Это подкаст Института международных исследований МГИМО «Внешняя политика». Меня зовут Софья Бабкина, я младший научный сотрудник Центра перспективных американских исследований ИМИ. Тема сегодняшнего выпуска — европейско-китайские отношения, динамика и пределы сотрудничества Евросоюза и Китая. И обсудить эти вопросы мы пригласили программного менеджера Российского совета по международным делам Юлию Мельникову. Юля, привет! Привет! Не могу не начать довольно с базового, но необходимого вопроса. В академической литературе на уровне экспертов и в СМИ при анализе китайского фактора в международных отношениях заметен явный перекос в сторону двух важных, но не единственных аспектов — американо-китайского соперничества и российско-китайского партнерства. Европейско-китайские же отношения получают меньше внимания. Ну, на твой взгляд, в чем заключается специфика взаимодействия ЕС и Китая, если у этого направления она в принципе? Большое спасибо за вопрос. Мне на самом деле кажется, что принципиально ответить на него в самом начале подкаста для того, чтобы наши слушатели понимали, почему следующие 30-40 минут они должны провести именно с нами, а не за прослушиванием, например, чужих подкастов или нового альбома, я не знаю, Taylor Swift. Мне кажется, это очень популярный материал для слушателей сегодня. И вот почему важно дифференцировать европейско-китайские отношения от российско-китайских отношений и от американо-китайских? Вот в контексте недавно завершившегося визита Владимира Путина в Китай, мне кажется, этот вопрос приобретает дополнительную актуальность. Почему? Потому что европейско-китайские отношения обладают собственной уникальной динамикой. И игнорирование этого факта, которое, как ты совершенно правильно отметила, происходит и в аналитических материалах зачастую, и в СМИ, приведет к базовым ошибкам в прогнозировании. В прогнозировании как, прежде всего, китайской политики в отношении ЕС, которая имеет принципиальное значение для российской внешней политики, так и для прогнозирования внешней политики Европейского Союза и вообще в целом дальнейшего развития Европейского Союза по отношению к ведущим контрагентам не только Китаю, но и другим крупным странам с сопоставимым потенциалом. Это вот на таком очень практическом уровне, мне кажется, оставит перед нами необходимость дополнительного внимания к европейско-китайскому партнерству. На следующем уровне обобщения, если мы выйдем, наверное, в академическую уже плоскость, как мне представляется, европейско-китайские отношения во многом и динамика их развития сегодня в большей степени являются проверкой возможности формирования многополярного мирового порядка, чем многие другие сюжеты, с которыми мы привыкли этот процесс соотносить. То есть европейско-китайские отношения как самостоятельное явление в принципе не должны были появиться в эпоху блокового противостояния. Но они появились уже во второй половине 70-х годов и развивались они тоже в период глобализации в конце 90-х, начале 2000-х вопреки идее, что все государства должны становиться демократиями только при этом факторе налаживать конструктивное взаимодействие. То есть европейско-китайские отношения появились и развивались вопреки этим двум сюжетам и сегодня от того, как они будут складываться дальше, мне кажется, во многом и зависит, сможем ли мы продолжать верить в многополярность без разделительных линий, без блоков и без двух совершенно явно формирующихся блоков Запада и Незапада или нет? Когда мы говорим о китайско-американских отношениях, то первое, что приходит в голову, это соперничество или противостояние. Как Китай и Евросоюз рассматривают друг друга, в роли кого и есть ли отличия между американским и европейским восприятием Китая? Мне кажется, что вот Европейский Союз над этим вопросом думал очень долго, продолжает думать сегодня, но в 2019 году он для себя выработал такую треугольную формулу. Партнер по диалогу, экономический конкурент, системный соперник. Она появилась впервые в совместном послании Европейской комиссии Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности 2019 года и была представлена как новое позиционирование Китая в системе внешнеполитических приоритетов ЕС. Формула вызывает вопросы и у исследователей, и тем более у слушателей. То есть европейские дипломаты действительно пытаются подать ее как равносторонний треугольник и в частных беседах, и в публичных выступлениях. Но равносторонность соперничества, партнерства, конкуренции не очевидна для стороннего наблюдателя. Что это на самом деле значит? Это значит, что в европейско-китайском диалоге сосуществуют и кооперационные, и конфронтационные тенденции. Эта формула очень хорошо иллюстрирует, как они распределяются между собой. Возьмем партнер по диалогу. Что это значит? Это значит, что в глобальных международных режимах при противодействии вызвам транснационального характера Европейский Союз видит Китай как все еще партнера. И прежде всего это сфера экологической политики, зеленого перехода, энергетического перехода, глобального климатического режима. По зеленому направлению партнерство развивается, и стороны называют друг друга неотъемлемой частью построения вот этой новой зеленой экономики. На диалоге на высоком уровне тематическом в конце 2023 года, то есть буквально недавно, было провозглашено, что цвет европейско-китайского партнерства это в принципе зеленый. Так или иначе, до последнего времени было также сотрудничество по борьбе с международным терроризмом, поиску путей противодействия миграции, по совместному патрулированию водных пространств. То есть транснациональные вызовы здесь Союз видит Китай как партнера. Дальше мы переходим к экономический конкурент. Но это наиболее, наверное, очевидная сегодня тенденция, что конкуренция между ЕС и Китаем возрастает, и связано появление такого названия в европейском дискурсе с тем, что меняется соотношение сил. То есть если до глобального экономического кризиса, кризиса Еврозоны и Европейскому Союзу бесспорно пролежала инициатива в двусторонних торговых отношениях, в двусторонних инвестиционных отношениях, то потом ситуация начала меняться. Сначала Китай, в меньшей степени пострадавший от кризиса, стал в определенном смысле донором для многих европейских экономик в Центральной и Восточной Европе. Затем начал развивать собственную программу, сделанную в Китае 2025, выходить на новый уровень промышленного развития, инновационного развития и сегодня претендует уже на то, чтобы конкурировать с Европейским Союзом по определенным областям и научно-технологического развития. Соответственно, Европейский Союз упускает пальму первенства в торговых отношениях, не может обеспечить выход для своих компаний на китайский рынок в той же степени, в которой европейский рынок предоставляет возможности выхода для китайских компаний, то есть условия выхода на рынок остаются непропорциональными. Согласовать инвестиционное соглашение не удалось, да, все объемные инвестиционные соглашения в конце 2020 года и в отсутствие регулирования такого жесткого, да, для двустороннего экономического диалога Европейский Союз все более алармистки воспринимает Китай как конкурента. Ну и, наконец, системный соперник. Здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили в предыдущем вопросе, да, к вот этой парадигме ЕС и КНР как центров многополярности. Если до ужесточения великодержавной конкуренции во второй половине 60-х годов так и было, и стороны все время позиционировали себя в публичных высказываниях как центры будущей многополярности, как партнеры в построении будущей многополярности, то сегодня эта конкуренция между порядком, основанным на правилах, которые продвигают США и западные страны, и порядком, основанным международным правилам, многополярным, мировом порядке, каким его видят Россия и Китай, она, безусловно, налицо, и Европейский Союз не может этого не осознавать, видя, что Китай остается все-таки по другую сторону баррикад вот в этом вот международном разделении. Это вот такое номинативное определение, как они видят Китай. Вот так они видят Китай. Они пока не определились, как они видят Китай, и пытаются видеть его параллельно на трех треках с разной степенью интенсивности. Что они с этим делают? Это второй элемент видения. И он появился у нас только в прошлом году, наконец-то, когда Усула фон дер Ляйен выдвинула вот эту концепцию снижения рисков, дерискинга, что подводит меня к ответу на последнюю часть твоего вопроса о различиях в европейской и американской позиции. Во-первых, США не делят. То есть в США сегодня совершенно понятно, что Китай — это конкурент, конкурент на долгосрочную перспективу абсолютно по всему набору внешнеполитических ресурсов. А во-вторых, у европейцев есть снижение рисков, в то время как у американцев есть размежевание, да, пресловутая декаплинг, которую все знают. И, собственно, сами европейцы выдвигают свою концепцию, многократно повторяли везде, где только было можно, что это не то же самое. Мы делаем не это, да, мы не стремимся отграницы от Китая, мы хотим по-прежнему взаимодействовать с Китаем, но сократить для себя те риски, сделать так, чтобы нам было удобно, комфортно, безопасно получать выгоды от этого взаимодействия и ничего при этом не терять. Так чего все-таки хочет ЕС в отношении с Китаем? Получать выгоду, как и все, собственно. Экономическую? Экономическую, климатическую, да, при построении глобального климатического режима, научно-технологического взаимодействия с Китаем, да, чтобы использовать какие-то китайские наработки для гармоничного развития. Но при этом Европейский Союз хочет сохранять инициативу в этом диалоге. То есть эгоистично пусть, да, но Европейский Союз хочет иметь возможность, сохранять возможность формировать правила этого взаимодействия таким образом, чтобы обеспечивать свои интересы и чтобы вот это внутреннее национальное ограничение, которое у него есть, не мешали обеспечивать общие интересы. Мы много слышим о глобальной инфраструктурной гонке, в основном в связи с проектами Китая, например, «Один пояс, один путь». Также часто говорят об американских проектах, коридорах Японии. Можно ли сказать, что Евросоюз опаздывает со своими инфраструктурными инициативами? Если да, то почему? И в чем сегодня заключается инфраструктурная стратегия ЕС? Мне кажется, нельзя на самом деле. Мне кажется, что ЕС успевает к инфраструктурному соперничеству и соперничеству в области региональной связанности напротив, как нельзя вовремя. С хронологической точки зрения, конечно, инициатива «Один пояс, один путь» была запущена в 2013 году. Пока Европейский Союз присоединился к этой гонке, прошло ни много, ни мало, практически 10 лет, чуть меньше. Мы сейчас об этом поговорим. Но мне кажется, что Европейский Союз не упускает эту повестку из виду, и это очень важно. То есть при запуске инициативы «Один пояс, один путь» европейско-китайские отношения были сравнительно хорошими. Это их новый виток с момента прихода к власти Си Цзиньпина в 2012 году. И ЕС пытался встроиться в китайский проект. То есть появилась и общая платформа региональной связанности, и перечень приоритетных проектов внутри Европейского Союза, которые могли бы быть реализованы за счет китайских инвестиций. Но вскоре это сотрудничество зашло на нет по мере развития общих конфронтационных тенденций в диалоге. И что делает Европейский Союз сегодня? Собственно, даже не сегодня, а вообще со второй половины 2010-х годов, чтобы стать самостоятельным, актором, раз уж мы ввели это слово, на инфраструктурном поле. Во-первых, есть внутриевропейские инициативы, система трансевропейских транспортных сетей. В ней есть порядка девяти коридоров, которые должны наладить связанность внутри Европейского Союза и выйти за пределы Европейского Союза в зоны ближайшего приграничья. То есть на Западные Балканы, прежде всего, и в моря-океаны, так сказать. То есть чтобы соединить страны ЕС и не ЕС, которые имеют активные торговые отношения с ЕС, и помочь этим отношениям развиваться. Помимо этого, Европейский Союз практически сразу же начинает выходить во второй половине 2010-х годов в более отдаленные пространства. Прежде всего, в Азию, в Центральную Азию. Это происходит на площадке форума «Азия и Европа». Европейский Союз начинает вырабатывать определение связанности. А что такое связанность? Пытаясь перетянуть на себя опять нормативную повестку, пользуясь своим функционалом нормативной силы. И первое определение связанности дает именно ЕС на 2017 году на форуме АСИА. В отличие от Китая, вбирая в понятие связанность не только жесткую инфраструктуру, но и цифровую инфраструктуру, инфраструктуру в области энергоперехода, больше аспектов, чем это делал Китай изначально. После этого начинают появляться фонды в Европейском Союзе, которые должны дополнительно спонсировать как трансевропейскую транспортную сеть, так и проекты, точечные пока в странах-партнерах в Азии. И, наконец, в 2021 году формулируется европейская стратегия «Глобальные ворота», европейский инвестиционный проект, который направлен непосредственно на развитие региональной связанности не только уже ЕС с какими-то регионами, но и внутри этих регионов-рецепиентов, а это Латинская Америка, это Африка, это Центральная Азия и шире Азиатско-Тихоокеанский регион, хотя в меньшей степени, и, конечно, это Западные Балканы и Средиземноморье. То есть теперь Европейский Союз для себя выделяет сегменты, куда он может прийти со своими инвестициями, и начинает это делать. Приоритетные списки проектов были сформированы, и на Западных Балканах в нескольких проектах уже было запущено. Их там в целом немного, но это тот регион, где проекты уже реализуются. Это и восковольтные кабели, и подземные, и подводные, которые обеспечивают интернет-связь, и железные дороги, и элементы инфраструктуры, которые позволяют, собственно, гармонично переходить на мультимодальные перевозки с авто на ЖД и с ЖД на авто обратно. Почему это возможно в Западных Балканах? Ну, во-первых, понятно, это сфера приоритетного интереса, а во-вторых, потому что наличие общей границы со странами ЕС позволяет задействовать, собственно, вот эти внутриевропейские фонды. За пределами границ Европейского Союза внутриевропейские фонды задействовать нельзя, и действует другой подход. Это очередной подход Team Europe, команда Европы, при котором под каждую задачу, под каждый проект Европейский Союз индивидуально собирает портфель финансирования. И в этом они видят свое конкурентное преимущество, например, на площадке инфраструктурных инвестиций, потому что под каждый проект они задействуют как бюджет ЕС, бюджет некоторых программ-фондов ЕС, бюджет Европейского инвестиционного банка, который не является институтом ЕС, на всякий случай, бюджет банков развития национальных государств, сами государственные бюджеты национальных государств, а также частный капитал. Что делает Европейский Союз лидером этого? Он дает гарантии частному капиталу и национальным бюджетом на случай невыполнения проекта. То есть если кредит, который предоставляется за счет вот этих собранных средств в какой-нибудь стране, условно говоря, эта страна не может оплатить, то Европейский Союз берет на себя гарантии покрытия расходов по кредиту. Таким образом гарантируется и завершение проекта, и хотя бы какие-то интересы донора. В отличие, например, от китайской инициативы, как они это позиционируют. Поэтому мы видим, в принципе, что Европейский Союз старается действовать проактивно. Другой вопрос, что много или мало действительно можно сделать, особенно, например, в Латинской Америке, которые находятся через океан, или в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в смысле уже прям в Тихом океане, в странах, которые расположены, или, например, в удаленных государствах, таких как Бангладеш или Шри-Ланка, где есть проекты и китайские, и европейские сегодня. Это второй вопрос. Но и времени прошло не так много. То есть с декабря 2021 года у нас прошло два полных года. На них пришелся пересмотр многолетних финансовых рамок ЕС в связи с конфликтом вокруг Украины. То есть это не самый благоприятный период для наращивания связанности на евразийском континенте, в принципе. Но мы можем говорить о том, что хотя бы с точки зрения идей, с точки зрения дискурса, какой-то внешнеполитической креативности здесь Европейский Союз, в общем, не отстает. Май был полон на события по обсуждаемой сегодня теме. С 5 по 10 мая лидер КНР Си Цзиньпин посетил несколько европейских стран, то есть государство-члены ЕС, Францию, Венгрию, а также нанес визит в Сербию. Помимо встреч на высшем уровне, состоялись встречи на уровне министерств и мероприятий на полях. В наших средствах массовой информации много обсуждали визит Си в европейские страны. Делается много геополитических и геоэкономических выводов из того, какие страны он посетил и какие заявления были сделаны в рамках визитов. Однако представляется, что по меркам тех глобальных изменений, которые происходят сейчас, одно турне вряд ли сможет что-то решительно переломить или утвердить. Но при этом оно может продемонстрировать, какие из направлений трансформации отношений с европейскими странами действительно актуальны, а также то, какие вопросы Китай и европейские страны видят в качестве приоритетов. Какие сигналы реально видны по итогам визитов? На самом деле, совершенно согласна с тем, что один визит ничего не может переломить или существенным образом видоизменить. Во всяком случае, в нашем случае точно не может. То есть вот этот вот визит с Одинбина в Европу, он, безусловно, планировался давно, и, с одной стороны, свидетельствует о том, что интерес к этому региону в Китае сохраняется. И, в общем, даже один из приоритетных интересов для китайской внешней политики. Напоминаю, что последний раз в Европе СИБА в 2019 году, до пандемии. То есть здесь, опять же, были объективные факторы, которые заставляли его откладывать следующую повестку. И возвращение к этому региону на столь высоком уровне, на высшем уровне, в общем-то, свидетельствует о приоритетности диалога. С другой стороны, разделительные линии, которые формировались вот на протяжении последних пяти-восьми лет, уже слишком глубокие для того, чтобы от одной поездки, например, было достигнуто какое-то максимальное количество нового договоренностей, о которых мы раньше не слышали, или вдруг все проблемные сюжеты удалось бы снять. Что это за разделительные линии? В общем-то, можно подытожить то, о чем мы с тобой уже сколько-то говорим времени. Здесь, наверное, наоборот, пойдем от самого верхнего уровня обобщения к нижнему, потому что так будет проще. В первом вопросе наоборот было. Здесь пойдем от верхнего к нижнему. То есть на уровне мирового порядка. Вот это самая глубокая разделительная линия между Западом и незападом, которая формируется. Я хочу надеяться на то, что европейско-китайские отношения преодолеют логику биполярного противостояния, но пока все свидетельствует об обратном. Все свидетельствует об обратном, в том числе по причине отсутствия европейской субъектности в полной мере. Конфликт, вот этот системный конфликт между государствами Запада и государствами незапада, определимых так, по причине того, что они не продвигают порядок, основанный на правилах. Здесь Брюссель, безусловно, может привязываться и привязывается к ситуации вокруг Украины. Российско-китайском сближении на фоне конфликта и углублении российско-китайского взаимодействия, несмотря на то, что ЕС и США многократно посылают Китаю сигналы о том, что Китай должен прекратить поддерживать Россию, как они это называют. Здесь даже с имиджевой точки зрения вот эта вот апелляция к каким-то подвижкам в области конфликтного регулирования, к изменению позиций Китая по отношению к российско-западному конфликту вокруг Украины, она не может не ухудшать общий фон отношений. То есть, безусловно, об Украине там все говорят, и отсутствие реакции со стороны Китая не позволяет преодолеть вот этот вот водораздел между Западом и незападом и перевести Китай хотя бы в данной ситуации в категорию западных государств. Соответственно, учащаются обвинения Китая в ревизионизме, в стремлении изменить мировой порядок вместе с Россией после завершения конфликта, и политический фон неблагоприятным становится для достижения каких-то более рациональных договоренностей, в том числе экономических. Это вот у нас первая такая разделительная линия. Вторая разделительная линия, которая у нас проявляется, и если предыдущая проявляется скорее со стороны ЕС, чем со стороны Китая, то это проявляется наоборот со стороны Китая, чем со стороны ЕС. То есть разделение между институтами ЕС, опять же, и государствами-членами. Китай видит, безусловно, что Европейский Союз сплачивается на антироссийской основе и может точно так же продолжать поддерживать сплаченность на антикитайской основе, если Россия и Китай это держава-ревизионисты, тот самый не Запад, который пытается прокинуть мировой порядок, основанный на правилах. И Китай не разговаривает больше с институтами ЕС. То есть Китай снижает интенсивность попыток договориться собственно с представителями общеевропейских институтов. То есть если раньше у нас были переговоры с Шарлем Мишелем, он приезжал в Китай, Урсула фон дер Ляйн уже ездила в Китай, встречалась с СИ в Европе, сейчас в Париже. Жозеп Боррель точно так же предпринимал попытки, или Китай предпринимал попытки разговаривать с Жозепом Боррелем. А сегодня мы уже не видим такого стремления. То есть Китай для себя выбирает государства-члены ЕС, те, которые заинтересованы в сохранении диалога в качестве приоритетного партнера. И уже едет не в Брюссель, там не в комиссию, не в Совет ЕС. Он едет в Париж, где уже его встречает Русула фон дер Ляйн вместе с Макроном, но тем не менее основная точка для Осиденпина здесь в Париж. И затем он едет уже и в Венгрию, и в Сербию, продолжая свой визит. Наконец, третья разделительная линия, и она, в общем, следует из второй. Это выбор уже между государствами-членами. На кого сделать ставку для того, чтобы стимулировать кооперационные тенденции в общем диалоге. То есть Китай ведь рассчитывает на то, что если будут государства-члены, интересы которых на китайском направлении будут столь глубоки укоренены, что они не смогут пожертвовать этим партнерством во имя общеевропейской солидарности, то тогда и общеевропейская позиция изменится, поскольку она определяется все-таки в основном в Совете ЕС, где государства-члены голосуют. И, надеясь на это, Китай выбирает сегодня по-прежнему государства Центральной и Восточной Европы как свой основной приоритет, но держит также в уме и Францию, поскольку мы понимаем, что именно тандем определяет общую повестку Европейского Союза. Визит выстроен на самом деле очень грамотно с точки зрения маркетинга, особенно маркетинга, рассчитанного на внутрикитайскую аудиторию. То есть сначала Си Цзиньпин отправляется в Париж, где его с терминальными почтами приветствует президент Франции, где его встречает председатель Европейской комиссии. Появились ли какие-то результаты по итогам этих переговоров? В общем-то нет. То есть о многомиллионных контрактах мы не слышали. Или об изменении позиций Китая или, там, упаси боже, Европейского Союза для Европейского Союза по Украине мы тоже не видели. Изменилось ли что-то в диалоге на структурном уровне? Нет. Но кто об этом помнит, да, как говорится? После этого Си Цзиньпин поехал в Сербию, где было подписано соглашение о заключении зоны свободной торговли. Сербия не является членом ЕС, но тем не менее, где стороны вновь подтвердили готовность к завершению строительства железной дороги Будапешт-Белград, флагманского проекта инициатива «Один пульс, один путь в Европе». В принципе, тепло общались, да, и взаимодействовали. Также было подписано порядка, более дюжины соглашений между различными министерствами и ведомствами. То есть, это успешный визит. И, наконец, потом Си Цзиньпин едет в Венгрию, которая тоже является членом ЕС, как и Франция, но ведет себя совершенно по-другому. То есть, там мы видим уже и всепогоденное, всестороннее стратегическое партнерство, новый уровень дипломатических отношений и заверения в вечной дружбе и новые инвестиции в венгерскую инфраструктуру и 18 межправительственных соглашений, меморандов взаимопониманий, направленных на развитие всех вообще, каких только можно и какие еще они развиваются в направлении сотрудничества. То есть, с точки зрения маркетинга визит заканчивается на очень высокой ноте. Со свидетельствами поддержки в Европе, со свидетельствами того, что не все потеряно и без каких-то, в общем-то, конфликтных сюжетов, которые были бы вынесены в публичное поле по итогам переговоров в Париже. И поэтому, несмотря на то, что мы как исследователи понимаем, что ничего структурного не произошло, да, никакие крупные соглашения на уровне ЕС, КНР не были не только подписаны, но и, возможно, достигнуты, хотя эта вся борьба идет в кулуарах. То есть, мы видим, что с точки зрения маркетинга визит построен таким образом, чтобы завершить его на высокой ноте и продать его как внутренней, так и внешней аудитории как сохраняющееся европейско-китайское партнерство, которое имеет, опять же, и конфронтационные, и конфронтационные тенденции, и в рамках которого далеко не все потеряно для обеих из сторон. Но на практическом уровне мы никаких прорывов не видим, а видим только сохранение тех самых разделительных линий и, собственно, отсутствие идей у обеих сторон, как их преодолеть, да, на системном уровне, как совершить этот самый прорыв и шаг вперед. Комментируя свою колонку в газете «Известия», ты говорила о некоторых отличиях в оценках европейстов и китаистов в части дружбы Китая с Сербией и Венгрией. И что тебе кажется, что если исходить из возможностей самой структуры европейско-китайских отношений, то это просто не провал. Почему? В какой плоскости лежат пределы европейско-китайских отношений в части сотрудничества со странами Европы? Да, совершенно правильно. Именно так я ее и прокомментировала, потому что действительно в сообществе китаистов, ну, в некоторых выступлениях в средствах массовой информации или там в личных телеграм-каналах, появлялись посты о том, что действительно, посмотрите, СИС ездил в Европу, как успешно. Вот все говорят, что там его ждет железный занавес, да, что там концепция снижения рисков, что Урсула фундерляй настрой напротив, а вот как его принимает Орбан, вот как его принимает Вучич, да и, в принципе, вот как его принимает Макрон, который, дескать, находится под пятой общеевропейских институтов, но на самом деле все еще не обнаруживает такой ястребинной конфронтационной позиции, а пытается найти компромисс. Все это так, но мне кажется, что вот мой комментарий, он связан как раз со сравнением текущего состояния европейско-китайского партнерства с тем, что было раньше, и вот с этой явной тенденцией на выцепление отдельных европейских государств, которые еще готовы говорить, а не, да, выстраивание стратегического взаимодействия с ЕС, как игроком, которое было раньше. То есть, что происходило в нулевые годы, да, например, и вот в начале 2010-х годов. Во-первых, все эти визиты были ежегодными, но, предположим, тут у нас была пандемия, потом конфликты в Европе, было не до этого. Хорошо. Во-вторых, была выстроена целая система институтов, переговорных механизмов, которые регулярно собирались от высшего уровня к секторальным уровням. Более 70 секторальных диалогов именно по линии ЕС-КНР. То есть, это три на тот момент диалога на высоком уровне в области экономики, торговли, сотрудничества между людьми и стратегический диалог. Сейчас к ним добавились диалог по технологиям-инновациям и по климатической политике. Это вот эти диалоги. Это диалоги среднего уровня, это диалоги с привлечением бизнеса. То есть, система работала как система. Тогда заключались какие-то меморандумы о взаимопонимании. Была подписана в 2013 году, до сих пор остается единственным стратегическим документом, который когда-либо был на двустороннем уровне, повестка сотрудничества 2020, где были установлены какие-никакие, но ориентиры. На какие двусторонние документы должны быть подписаны, до какого уровня должны быть доведены отношения по ряду отраслей. И многие из этих целевых показателей были достигнуты. Например, знаменитое в обнованиях продукции, которое позволяет бороться с фальсификатом. Эта проблема в отношениях торговых с Китаем всегда присутствовала у многих государств. Или там соглашение взаимное о сотрудничестве в области гражданской авиации, также необходимое для наращивания как туристического, так и, собственно, бизнес-потока. То есть, такого рода вещи создавались, они создавались на общем уровне, что потом позволяло уже ЕС, институтам ЕС, проецировать их на государства-члены. Это проще. Это создает более системную основу взаимодействия, когда вы договариваетесь на самом системном уровне и потом опускайте это вниз. Когда вы пытаетесь договариваться снизу-вверх, ну, это, в общем, просто торговые сделки в лучшем случае. Потому что надеяться, что вот эту общую европейскую тенденцию на снижение рисков переломит Венгрия или Сербия, да или даже Франция, да, в одиночку, мне кажется, не приходится. И по этой причине, ну, наверное, для Китая хорошо, что какие-то соглашения заключаются и какие-то инвестиции в Европу идут. Ну, и, в общем-то, немалые, судя по объемам, да, если мы будем смотреть в абсолютных показателях. Но с точки зрения организации и структурирования этого диалога, мне кажется, это лишь малая часть того потенциала, который был. Мы уже обсуждали, чего хочет Евросоюз от Китая. Но как европейст, на твой взгляд, что вообще Китай хочет от взаимодействия с Европейским Союзом сегодня? Очевидно, что понимание китайских элит несколько отличается от глубоко идеологизированных заявлений европейских политиков. Как можно было бы охарактеризовать позицию Китая в отношениях с Евросоюзом? Ну, у китайских элит тоже есть своя идеология глубинная, она просто другая, да, то есть не в том смысле, в который мы привыкли относиться к идеологии. Мне кажется, в этом смысле они не в меньшей степени индоктринированы, чем западные элиты, просто с китайской спецификой, как это принято говорить. И на самом деле вот в русле этой китайской специфики, вот этой китайской цивилизаторской идеи, которая может быть по отношению к миру, Китай всегда делает акцент в своих заявлениях о Европейском Союзе по-прежнему на необходимости развития многополярности, формирования многополярности, для которой нужна стратегическая автономия ЕС. То есть Китай очень хочет, чтобы Европейский Союз нарастил свою стратегическую автономию, как представляется мне, как европейсту, совершенно правильно. Вот, то есть многократно повторяется то, что без достижения стратегической автономии не получится создать подлинную многополярность, а без подлинной многополярности не получится гармонично торговать, там, сотрудничать в области климата и так далее и тому подобное. Китай очень комплементарен по отношению к Европейскому Союзу, вот до последних даже буквально тенденций оставался очень комплементарным по отношению к Европейскому Союзу, ко всему, что они делают, вот, на Ниве, так сказать, стратегического суверенитета. Положительно отзывался о любых попытках что-то прирастить, нарастить, дистанцироваться от Соединенных Штатов, потому что, естественно, Китай не заинтересован в декаплинге. Не провал визит Си в Европу и для китаистов это вообще успех. Да, потому что если солидаризироваться с китайской позицией, идентифицировать себя с китайской позицией, то получается, что самое главное, чтобы Европейский Союз не ушел полностью под Соединенные Штаты, да, чтобы он не стал абсолютно единым блоком по всем направлениям, чтобы сохранялись хотя бы какие-то кооперационные тенденции в диалоге. Это, мне кажется, самое важное на таком общесистемном уровне. На уровне непосредственной выгоды Китаю нужен открытый европейский рынок. Нужна возможность инвестировать в европейские производства, нужна научно-технологическая база ЕС, которая пока остается более развитой, чем китайская научно-технологическая база. Европейские инновации, хотя бы доступ к ним, да, и возможность учиться на европейском опыте. Все это Китаю необходимо для завершения внутренней модернизации, для ее совершенствования и для дальнейшего экономического развития. Не могу не затронуть тему визита президента России Владимира Путина в Китай. Как его итоги оцениваются в европейских СМИ и на уровне политико-формирующих кругов и официальных представителей Евросоюза и стран-членов ЕС? Европейский союз, государство-члены, вообще весь западный нарратив, он, конечно, побаивается российско-китайского сближения. Мы об этом уже говорили, потому что все заголовки, мне кажется, они спекулируют на том, насколько ближе стала российско-китайская дружба, есть ли еще пределы близости и что это все значит. Есть также оценки, наверное, не столь лестные для российской внешней политики, связанные с тем, что российский президент полагается на китайские ресурсы, ну, экономические и военно-политические, есть такие спекуляции, военные, собственно, для того, чтобы иметь возможность финансировать конфликт вокруг Украины. Да, то есть, вот это, я бы сказала, два главных нарратива. Вообще, очень интересно с Украиной, когда АСИ ездил в Европу, наши СМИ писали, что он поехал туда, чтобы узнать позицию европейских стран и уговаривать их как-то завершить конфликт, или, во всяком случае, что он поехал туда, даже были такие оценки продвигать российские интересы по Украине, в то время как в европейских СМИ вообще этого не было. То есть, да, там везде был абзац про то, что довели до китайской стороны необходимость достижения скорейшего прекращения конфликта на Украине, довели, так сказать, ошибочность поддержки России в этом процессе, но эта тема не педалировалась, мне кажется, до такой степени. И наоборот, когда Владимир Путин поехал в Китай, а ведь у России и Китая тоже есть и экономические интересы, и сегодня их становится все больше и больше, и, собственно, вопросов развития двустороннего диалога, мне кажется, сейчас больше у двух лидеров, чем, собственно, вот этих вопросов развития мирового порядка, да, ну, во всяком случае, не меньше. В европейских СМИ мы видим зеркальную историю, педалируется только украинский сюжет. То есть, если экономическое сотрудничество наращивается, то это для того, чтобы у России было больше ресурсов финансировать компанию на Украине, и, соответственно, если дружба крепнет, то это обязательно для того, чтобы однажды прокинуть мировой порядок, основанный на правилах. Не без этого, да, не без последнего, но я думаю, что это, конечно, такие в обоих случаях пропагандистские концептные натяжки. Назови одну фразу, характеризующую европейско-китайские отношения. О, это сложно. Мне даже никакие рилз в голову не приходят, чтобы с них цитаты взять. Давай так, это могли бы быть мы с тобой, но мировой порядок. Любимый проект одного пояса, одного пути. Будапешт, Белград. Как изучать Китай, если ты европейст? Общаться с китайцами. То есть даже не учить языки? Ну, это всегда можно, но пусть китайцы сами расскажут. И вот на самом деле уже очень скоро у нас будет такая возможность их обо всем расспросить, потому что 30-31 мая в Москве пройдет уже девятая международная конференция, которую Российский Совет международным делам проводит совместно с Китайской Академией общественных наук. Россия-Китай сотрудничество в новую эпоху. Вот там мы с ними обо всем и поговорим. И про наш визит, и про тот визит, и про то, что нам всем делать дальше с тем самым мировым порядком, который все еще трансформируется. Отлично. Юля, спасибо тебе большое за беседу. Это был подкаст «Внешняя политика». У нас в гостях была Юлия Мельникова, программный менеджер Российского Совета по международным делам. Подписывайтесь на канал «Имни» в Телеграме, нашу группу ВКонтакте. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова